Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас обалденные шампиньоны в сливочном соусе из сыра. И также немножко пюрешки. Зелень, брокколи, огурчик, редиска моя любимая и кофе. Еле все поместила, чтобы все было видно. Грибочки у нас горячие, но зато как тянутся, это прям нечто. Сыра добавила много. Рассказывайте, как ваши дела. Спасибо вам огромное за советы под прошлым видео по поводу ситуации с продажей вещей. Оказывается, б.у. вещи нельзя вернуть. Кто не в курсе, расскажу немножко предысторию. Дело в том, что я решила продавать вещи, которые я не ношу. Девушка у меня купила. А потом через 6 дней передумала. В общем, через 6 дней она мне написала, что она хочет вернуть, потому что размер ей не подошел. Она мне написала позу вчера вечером. Я ей ничего не ответила. Потом где-то через 12-13 часов она опять написала. Написала, что вы знаете, дело не в том, что вещь мне не подошла. Платье очень красивое. Просто это платье не понравилось моему тестью. Поэтому я бы хотела его вернуть. Я ей написала, что б.у. вещи не подлежат возврату. Я уже людям отказала, которые меня спрашивали по поводу этой вещи. Тем более сумма небольшая. Я ей это в культурной форме объяснила, и она мне ничего не ответила. То есть сильно наезжать на меня по поводу того, что нет, верните, вы обязаны мне вернуть. Таких разборок, скандалов не было. Некоторые в комментариях писали, что можно вещи вообще сдать в секонд-хенд. Насчет этого я тоже узнала. Оказывается, у нас в секонд-хендах не принимают вещи. Ну, мне кажется, даже необходимости в секонд-хендах нету. Можно просто через эти сайты продавать свои вещи, и все. Все ненужное. Мы еще подружка вчера вечером переписывались. Она мне говорит, в принципе, и косметику можно продать, все то, что не нужно. То, чем ты не пользуешься. То, что просто лежит. Ну, косметику я знаю, куда пристроить. И родственникам, и знакомым можно. Кто не против, да? Естественно, на день рождения с БУ косметикой я как дурочка идти не собираюсь. Просто так. Кто хочет, пусть возьмет. Какие грибочки вкусные. Наконец-то у нас обалденная погода. В этом году май. Какой-то вообще не май был. Я поэтому заболела. Уже как-то на подсознательном уровне. Человек считает, что на улице май, уже летом, не хочется одевать ничего теплого. И резко как похолодало. Постоянно сидеть дома, это тоже не вариант. Надо выбираться. Я, если честно, ужасный домосед. Мне в кайф сидеть дома. И если бы окружающие каждый раз не говорили мне о том, что ты постоянно сидишь дома. Какой ужас. Это что за жизнь? Мне, честно, в кайф сидеть дома. То есть я не чувствую себя ни капли просто ущемленной. Я могу заказать вкусную еду к себе домой. Могу смотреть ютубчик. Могу рисовать, не знаю. И, например, я листаю инстаграм, вижу, как кто-то путешествует. Но и нету зависти по отношению к этим людям. Все мы люди, все мы разные. Иногда мне в комментариях девчонки пишут. Вот, Айка, я бы на твоем месте. Каждый год куда-то ездила, путешествовала. Иногда хочется, конечно. Но в большинстве случаев я дома себя чувствую очень комфортно. Мне хорошо. Скажите, что я заставляю себя снимать мукбанки. Такого тоже абсолютно нету. Я снимаю мукбанки просто в кайф. Мне нравится снимать мукбанки. То есть некоторые там пишут в комментариях, вот, безвыходности, то, что деньги нужны и так далее. Посмотрите на мой бумажный канал. Посмотрите на эти просмотры. То есть я спокойно могу снимать туда и забросить этот канал. Но мукбанки я сама очень люблю. И смотреть. Иногда я просто могу залипнуть на своих старых мукбанках. Смотрите, как я рассуждаю. И вы знаете, столько всего поменялось. Взгляды на жизнь просто внешние. Сейчас мне настолько нравятся эти новые брови, что когда я смотрю свои старые видео, где у меня старые брови, мне сейчас настолько это все не нравится. В общем, я бы советовала, если даже у вас нету канал на ютубе, да, просто снимать какие-то моменты из жизни, загружать в ютуб, как влоги. Например, месяц какой-то один влог и оставлять на память. А когда со временем вы смотрите эти видео, вы видите себя в прошлом, как будто возвращаетесь назад. Это очень круто. По крайней мере, для меня это очень круто. Обожаю просто смотреть видео, которые сняты 4 года, 3 года назад. 4 года, наверное, нету. 3 года. Моему каналу 3 года. Главное ставить перед собой цель. Когда я начала снимать видео, блогер, который меня вдохновлял, просто которого я обожала, я думала, блин, набрать пополовину, половины, половины подписчиков этого человека. А потом ты его обгоняешь, и это не Марина, это не мукбанг. Эта девушка снимала распаковки, и мне она настолько нравилась, я думала, блин, как круто, как классно, она столько всего покупает, я тоже хочу. Вообще, моя любовь к ютубу началась с того, что я начала смотреть бьюти-блогеров, наверное, многие так начали. И меня больше всего вдохновляло то, что у блогеров, особенно зарубежных, американских, огромные просто коллекции косметики. И помад, не знаю, 300-500 штук. Я смотрела на них, и думала, блин, как круто, как классно, мне было настолько это все интересно. Я старалась покупать те же марки, которые есть у них. Так в моей коллекции появились оттенки помад на скидках, каких-то дурацких оттенков. Например, я видела помаду от Мак. Со скидкой 70%. Я думала, блин, как круто, у меня тоже в коллекции будет помада Мак. А то, что она зеленого цвета, меня не волновало. То есть это было очень тупо. Я просто хотела быть похожей на бьюти-блогеров. Вот моя любовь к ютубу началась с этого. Мои все мечты рухнули, как карточный домик, когда я узнала, что, оказывается, эти блогеры почти не покупают эту косметику. Я узнала об этом лет, наверное, 7 назад. Наши блогеры начали об этом говорить, что нам присылают все это бесплатно, в огромном количестве, всю линейку. И мы просто это все раскладываем. И вот не то, что зависть, не то, что я начала завидовать, просто у меня как-то пропал интерес, у меня было такое разочарование. В моей голове я иду покупаю помаду, и блогер идет, покупает помаду, и у нас собираются коллекции. А оказывается, я ей присылают на обзор. А я как дурочка иду на последние деньги, покупаю еще одну помаду, которую она посоветовала. То есть я поняла, что это все на обзор. Поэтому как-то у меня пропал интерес к этому. Хотя, опять же, на меня влияет это все. Косметика NYX. Почему я постоянно покупаю косметику NYX? Знаете, почему? Потому что у зарубежных блогеров, у многих косметика NYX. Не Али Флейм, не Эйвен, а NYX. Слик. У меня трое румян от Слик. Я их купила чисто потому, что у зарубежных блогеров они есть. Все мне тоже надо, и я покупаю. То есть я очень подвержена этому всему. Типа говорят, реклама для лохов. Пожалуйста, этот лох. То есть на меня очень жестко влияет реглама. Очень. Не только в плане косметики. Тот же, например, миксит. Честно, у нас в Баку я не особо видела. Но я знаю, что очень жестко распиаренная косметика. Но вот из-за того, что она распиаренная, мне ее надо. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, надо покупать распиаренную косметику или прежде всего надо смотреть на состав. Некоторые девчонки там заказывают с Алиэкспресс какие-то тени. И остаются очень даже довольны, пользуются ими. Мне надо распиаренные. Но, опять же, я не совсем прям фанатка. Например, отдать, например, за тон больше 70 долларов я не отдам. Мы вчера нет, позавчера ужинали у брата. То есть мы просто решили поужинать у них. Вот сидела моя племянница. и такая взяла огромный кусок макарон. Вот так вот обвернула, обвернула. И прикиньте, вилка, и здесь вот столько макарон. Взяла вот так вот в рот засунула. И мама у меня такая типа твоя школа. У меня всегда с детства был комплекс, что у меня маленький рот. У кого-то комплекс, что у него большой рот. Мне в детстве всегда говорили, что у тебя маленький рот. Потом, когда я ходила к стоматологам, я носила брекеты, кто не знает. В общем, когда я ходила к стоматологам, мне все всегда говорили, что у тебя маленькая челюсть. Вроде зубы тоже небольшие, но они не помещаются. И мне все стоматологи говорили одно и то же. у тебя маленькая челюсть. И с детства мне как бы хотелось сделать губы, чтобы мой рот казался побольше. у кого какие комплексы. Но самое главное, все пережевывается. Вообще, в подростковом периоде, мне кажется, у всех бывают комплексы. А с возрастом ты хоть становишься еще хуже. Ну, как бы не то, что еще хуже. Ты просто становишься старше, появляются какие-то возрастные изменения в лице. Но ты себе нравишься больше. Мне кажется, я впервые за долгие годы просто полюбила себя. Такая, какая я есть. Было реально очень вкусно. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. С вами была Айка. Пока!